Шумофобия Созданием шумовой карты, подобной той, которую составил Адель Сакиров, прежде еще никто в Казани не занимался. Я выделил три категории шума. Это зеленая зона, желтая зона и красная зона. Красная зона – это где шум переваливает 75 дБ, разрешенный уровень шума. Это предельно допустимый уровень. А зеленая зона – это ниже 70, а 70 до 75 – это желтая зона. В ходе исследования было выяснено, что на территории Советского и Вахитовского районов превышена норма по шуму, а значит большинство казанцев живет в ненормальных акустических условиях. Наиболее показательный – это Советский район, потому что там 8 нарушений определенного допустимого уровня выявлено. Это максимум среди всех районов. Вахитовский район характеризуется именно тем, что южная часть наиболее шумная, особенно со стороны проспекта Универсиады и Вишневского улицы. Это такие важные транспортные узлы. Концентрация автомобилей большая, поэтому именно эти южные части, основные дорожные части, они наиболее загружены. Стоит отметить, что по мнению врачей, продолжительность жизни, проведенной в шумной обстановке, значительно сокращается. Шум становится причиной нарушения снара в ушах. Он увеличивает рис сердечно-сосудистых заболеваний и высокого кровяного давления. Еще раз напомню, что наиболее шумными районами являются Советские и Вахитовские районы, для которых характерно интенсивное движение большого количества транспорта. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс.